Казахстанское кино оправляется после известных всем событий 2020 года и активно выдает новиночки. Одна из них сейчас в процессе, и это приключенческая комедия под рабочим названием «Спасти друга». Идея данной картины зародилась у нас примерно полгода назад. Мы хотели снять что-то наподобие мальчишника в Вегасе, но в итоге концепция изменилась. Сюжет примерно такой. Парень делает предложение девушке, она отказывает ему, он впадает в депрессию. В итоге, чтобы вытащить его из этого состояния, двое друзей забирают парня в путешествие. Хм, звучит интригующе. А вот и главные герои мальчишника по-казахски. Дани Архизметов, Женя Джуринская, Ернар Сокупов, Борис Коновалов и Асель Аскар. К слову, еще одна изюмикокартины – микс жанров. Комедия с элементами триллера, приключений и саспенса. В общем, намешано много. Моментами даже ужасы. До этого мы с командой не делали такую атмосферу и сейчас создаем полное свободное творчество. Насчет хоррора мы не шутили. Одними из действующих персонажей фильма являются… Сектанты, людоеды. Все, больше без спойлеров. Сами все увидите. Отметим, данный фильм станет дебютной работой Даниэра Хизметова в кино. Все вы знаете, что я вообще не актер, поэтому продюсер Тимур очень сильно рисковал. Мне позвонил, все, ты будешь играть в главную роль. Я говорю, подождите, какую главную роль? Давайте я хотя бы кастинг проведу. Вдруг я не… Нет, все уже решено. Я думаю, блин, как играть, что делать? Потому что ладно, если бы я хотя бы в сериала где-то снимался и имел понятие, что такое. Стоп, было. Еще раз, типа. Да, дубль таких понятий. Впервые для себя все открыл. Но когда у тебя такая партнерша, ничего не страшно. Обычно любовь на экране перерастает в нечто большее. Но в случае парочки Даниэра и Жении все наоборот. Я, если честно, предполагала, что рано или поздно мы сыграем в одной картине. То, что мы играем с ним, я за него, конечно, переживаю, волнуюсь. Но я, если честно, безмерно, безмерно им восхищаюсь и горжусь, потому что для первого проекта и то, что он сейчас делает и играет, это очень круто. Потому что в своем первом проекте я тупила. Честно, я тупила. У меня было по 20-40 дублей. В его случае все очень просто, очень гладко. Такая вера не проходит даром. Я уже как пятый день, знаете, с первого дубля все снимаю. Осталось только посмотреть, как будет в кино. Вдруг меня вырежут везде. Будем надеяться, что никто никого не вырежет. Актеры, кстати, также признали, что работать вместе им в кайф. А, и да, отыгрывать Даниэру помогает и КВНовское прошлое. На пару с Ернаром они, хоть и в разных командах, травили шуточки. КВНщики – это универсальные солдаты. Они как пластилин. И актерами могут быть, и режиссерами. Опыт в КВНе бешеный, очень помогает. А что получится слепить из этой истории, узнаем позже в кинотеатрах. Но уже видно, что скучно не будет. Субтитры создавал DimaTorzok